всем привет меня зовут антонов алексей и вы находится на канале веселая наука и сегодня у нас интересный фильм на тему может ли арбуз способствовать снижению массы тела и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний итак начнем эту лекцию с того что разберем как наука относится вообще к фруктам и их влиянию на состав тела и кардиометаболические заболевания внимание на экран обратите внимание что фрукты имеют низкую плотность калорий а это может способствовать значительному сокращению ежедневного потребления энергии также фрукты богаты водой клетчаткой а это способствует более долгому периоду сытости после их потребления и ряд эпидемиологических исследований показывают что потребление фруктов часто связано с низкой массой тела в 2016 году выходит большой мета-анализ который включает 334 тысячи участников и выводы настоящий мета-анализ показывает что потребление фруктов может быть обратно связано с риском гипертонии но вот мы видим что наука положительно относится к тому что потребление фруктов способствует снижению массы тела и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний а вот конкретно арбуз может как-то влиять на состав тела и кардиометаболические заболевания давайте обратимся опять к науке внимание на экран в 2019 году выходит рандомизированное контролируемое исследование на тему влияние потребления свежего арбуза на аппетит и факторы кардиометаболического риска у взрослых с избыточной массой тела и ожирением дизайн исследования взрослые с избыточным весом и ожирением 20 мужчин 13 женщин в возрасте от 18 до 55 лет были случайным образом рандомизированы на две группы первая группа основная которая потребляла 92 килокалории арбуза вместе вместо одного перекуса и вторая контрольная группа которая потребляла 92 калории ванильного печенья участникам измеряли реакцию на аппетит уровень физической активности ежедневное потребление калорий осуществлялся забор крови на концентрацию глюкозы инсулина гормонов регулирующий аппетит а также с реактивный белок и липидный профиль антиоксидантные свойства арбуза анализировали с использованием набора для анализа реактивных веществ и абарбитуровой кислоты жировые отложения оценивались с помощью дельцитометрии выводы в заключение арбуз способствовал большему насыщению чем печенье в течение 90 минут после употребления кроме того 4 недели потребления арбуза снижали массу тела и кровяное давление улучшая липидный профиль и антиоксидантный статус эти результаты показывают что свежий арбуз когда он употребляется вместо обычных рафинированных углеводов может помочь снизить аппетит и помочь в регулировании веса при одновременном снижении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний еще одним интересным фактом будет то что арбуз содержит такие амин кислоты как или аргинин и л-цитрулин которые способствуют гипотензивному эффекту и могут быть полезными для людей которые страдают от реальной гипертонии ну вот мы видим что исследование 2019 года поддерживает мнение о том что арбуз может способствовать снижению массы тела и профилактики кардиометаболических заболеваний мы должны понимать что такое 100 килокалорий арбуза это 350 400 грамм продуктов например когда мы включаем такой перекус между обедом и ужином и этот продукт положительно влияет на уровень сытости должны понимать что на ужин вы съедите меньше калорий а если вы на ужин съедите меньше калорий соответственно вы снизите массу тела если вы снизите массу тела вы улучшите свои кардиометаболические показатели поэтому арбуз является хорошим и полезным продуктом для снижения массы тела и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний если вам фильм понравился ставьте лайк подписывайтесь на канал веселая наука всем пока а